Раньше добраться от железнодорожного переезда до платформы «Воронок» к поездам, следующим из Москвы, было крайне неудобно. А в такую ненастную погоду практически невозможно. Мешало отсутствие дорожного полотна. Однако, недавно ситуация изменилась и дорога появилась. На месте старой грунтовой дороги, ямы-луж, теперь устроен асфальтированный проезд шириной в 4,5 метра. Новую дорогу, а также парковочную зону, рассчитанную на 25 мест, службы начали оборудовать в воскресенье. Протяженность полотна составила порядка 250 метров. Одна из главных транспортных артерий города, у которого отсутствовало покрытие подъездной дороги, в рамках наших муниципальных контрактов отремонтировали дорогу. По факту, сейчас вложили покрытие. Ремонт еще не завершен. Это был один из первых участков, который мы отремонтировали. Также планируем отремонтировать второй участок, который подъездная дорога до озера Севаша. Мы планируем сделать ее в щебне, ввиду того, что у нас здесь сложная ситуация с забором воды для пожарных машин. Протяженность участка до озера составит порядка 250 метров. Дорога будет отсыпана щебнем. Работы планируется завершить в течение двух недель в зависимости от погодных условий. На участке от железнодорожного переезда до платформы «Воронок» дорожным службам еще предстоит выполнить укрепление обочины устройства бордюра нанесения разметки. На парковочной зоне будут выделены места для маломобильных групп населения. В рамках дополнительного ремонта запланировано оборудовать заездные карманы вдоль дорожного полотна, рассчитанные приблизительно на 50 машиномест. Стоит отметить, несмотря на то, что ремонт дороги еще не завершен до конца, оценить комфорт передвижения на участке уже смогли жители, как пешеходы, так и водители автомобилей. Ходить было неудобно, а сейчас все хорошо, ровная дорога, и пройти, и проехать. Мечтали о этой дороге, наконец-то сделали. Всего же в этом году в Щелкове планируется отремонтировать порядка 31 километра дорожного полотна. В план уже включены 44 муниципальных объекта, работы на которых должны завершиться до конца лета. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.